Сегодня вечером в Верхесецком районном федеральном суде состоялось оглашение обвинительного приговора в уголовном процессе по делу о наркоторговле. Суд приговорил цыгана Ивана Бабаева к 13 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого по замечанию наблюдателей устроила на прениях сторон натуральное шоу, взывала к совести и человечности и вспоминала погибших в хозяйстве фермера Бабаева свиней. Что-то там про их глаза и племенные проблемы. Об этом, впрочем, чуть позже в программе сейчас же, собственно, о приговоре суда. Взяли цыгана Бабаева на классической контрольной закупке 26 февраля 2001 года, причем не где-нибудь, а возле здания областного суда. Только вместо денег в качестве предмета сделки выступала машина. Бабаеву предложили обменять почти 400 граммов героина на десятку «Жигулей». На передачу его и взяли. Адвокат подсудимого была сегодня категорична. Когда он невиновен. У общественного обвинителя вице-президента фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова свое видение ситуации. И он просил сегодня на премиях сторон назначить подсудимому как можно более суровое наказание. Дело, значит, возбуждалось не по 228-й, а только потому, что он цыган. То есть все машинисты, расисты и тому подобное не совершал этого преступления. Вот он цыган, и поэтому, значит, его привлекают идиотакты фонда «Город без наркотиков». Без разбору всех сажают цыган за решетку. Ну, просто страдалец Будулай. Вот и все. Ну и сейчас мы увидим, какое решение будет данного процесса. Действительно, в течение всего судебного процесса и подсудимый Бабаев, и его адвокат обвиняли представителей фонда «Город без наркотиков» в шовинизме. Сам подсудимый заявил, что его подставили, а он десятку покупал за 139 тысяч рублей и даже оформлял доверенность у нотариуса. Все произошедшее, по его мнению, это хорошо спланированное мошенничество, а он к наркотикам никогда никакого отношения не имел. Но суд отнесся к этим показаниям критически и отверг их, как несоответствующие действительности, как способ защиты подсудимого. Представитель государственного обвинения потребовал сегодня для Бабаева 10 лет неволи. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам подсудимый вел себя на оглашении спокойно, даже, более того, почти весело. На супругу осужденного приговор подействовал гораздо более тяжко. Родственникам пришлось натурально выводить ее из зала суда под руки. Сегодня приговор нарко-цыгану Бабаеву был вынесен, точка в первой инстанции поставлена, а сейчас немного около судебной лирики что-то из цикла «Подложить свинью». Сегодня днем еще до приговора, во время прения сторон, в процессе приключилась чуть ли не истерика. Адвокат Галина Кожевина, пытавшаяся защищать Бабаева, настолько вошла в свою роль, что устроила настоящую слезоточивую сцену из спектакля. Адвокатесса разрыдалась, и вдруг, к удивлению суда и публики возопила «Бедные свиньи!» Все опешили, что такое, или это про нас, и это оскорбление, или она тронулась. А юридически подкованная дама продолжала рыдать. «О, бедные свиньи! Пока Василий, этот честнейший из честнейших, отец пятерых детей, оклеветанный цыган, сидит в тюрьме, о, это жертва цыганского геноцида!» У него на ферме от голода дохнут свиньи, бедные свиньи. Немного успокоившись и подсушив слезу, адвокатесса продолжила. «И ведь без хозяина, со свинофермы все крестьяне разбежались!» И как апофеоз, я буду жаловаться в Европейский суд. Вот ведь до чего бывают трогательные адвокаты. Когда кончаются аргументы, включаются эмоции и даже слезы. «То, что в хозяйстве Бабаева погибли свиньи, а он выращивал в год по 150-200 голов скота, совхозь Брусянский, в Ключах, затем Чернобровка, село, и уехал туда работать из-за того, что ему здесь работать не давали в городе, вот, по сути дела, он обижается в этом плане на Кабанова». «Что поразило в выступлении защитницы Будулая Бабаева следующее, значит, вся защита сводилась к тому, что защищалось стадо свиней. Вообще это бы обозначило, как о бедном цыгане замолоть и слово, или смерть осемененной свинины. То есть там было очень много осемененных свиней, что, значит, то отец надо устанавливать. Вот. И она договорилась до того, что заплакала. Она плакала и говорила, вздыхая судом, «Вы не видели из глаз этих свиней?» «Они падали с ног, голодные, 250 голов и тому подобное. Я не выдержал, заорал. А детей у меня не жалко, которые дохнут от героина». А что касается работников Бабаева, сбежавших с фермы, так и у злой барыги мамы Розы тоже были такие фермеры, свои крестьяне, рабы. Как только у мамы Розы наркотики нашли, так сразу же крестьяне на тжика снимают цепи в подвале, и раб берет статью 228 на себя. А что до бабаевской защитницы, то за нее можно только порадоваться. Защищать со слезами на глазах можно только за очень хорошие деньги, и, как говорится, адвокаты тоже плачут. «Если, Кожевина, что если, значит, не будет решено правильно, правильное решение суда, она поедет в Страсбург. На что Бабаева я сказал, «Будулай, деньги готов, наша в Страсбург едет». У меня все.